Здравствуйте! Мы приветствуем всех в нашем центре компьютерного обучения специалистов Прим.ГТУ имени Баумана. Сегодня мы начинаем новый проект, который называется «Спрашивали, отвечаем». Наш первый выпуск посвящен трудоустройству молодых специалистов. Сегодня мы обсудим такие важные вопросы, которые касаются составления резюме, правильного поиска своего работодателя и поведения на собеседовании. Как убедить работодателя, что молодой специалист справляется с поставленными задачами и как вести переговоры о заработной плате. Итак, приступим. С чего начать поиск работы? Первое, что необходимо сделать, это провести самомаркетинг. То есть нужно понять, какую ценность мы представляем для работодателя, каждый из нас как кандидат и что происходит на рынке труда. Если кандидат вписывается в рынок труда, то происходит трудоустройство. Есть вопрос, который очень часто задают HR менеджеры по персоналу при проведении собеседования. Вопрос звучит примерно следующим образом. Какие планы у вас на ближайшие 3-5 лет? Этот вопрос, на мой взгляд, нужно задать самому себе перед тем, как идти на собеседование, поскольку нужно понимать, а что дальше будет, как мы будем развиваться, в каком направлении. Если цели поставлены, то далее нужно определиться, что писать в резюме, потому что именно по этому документу работодатель впервые о нас узнает. Хочу напомнить, что резюме это не копия трудовой книжки, и переписывать только опыт работы это будет не совсем корректно. Что же писать молодому специалисту? В резюме можно указать название учебного заведения, в котором вы обучаетесь или уже окончили его. Указать полученную специальность, если она уже получена. Если вы проходили практику или стажиров, также можно указать в резюме достаточно подробно, где проходили, чем именно занимались, какие функции выполняли. Если вы писали различные научные работы, курсовые работы, рефераты, дипломные работы, также можно эти темы осветить в резюме. Укажите имеющиеся навыки владения иностранными языками, компьютерными программами. Если вам могут дать рекомендации, ваши руководители, практики или преподаватели, вы также можете указать и написать об этом в резюме. Вопрос третий, где же эффективнее размещать резюме? Есть разные сервисы, в частности, мы сейчас говорим именно об интернет-сервисах. Например, это интернет-агентство по подбору персонала, так называемые работные сайты. Например, headhunter.ru, superjob.ru. Это два достаточно сильных игрока на рынке трудоустройства. Именно там, как правило, и размещаются резюме и вакансии от работодателей. Также существуют электронные доски объявления о работе, job.ru, career.ru и другие. Наверняка вы видели, что есть и печатные газеты, журналы, там, где печатаются объявления о работе. Практически у всех есть интернет-версии, например, job.today, вакансии из рук в руки. Государство также не обошло эту сторону, и в государственных порталах Минздрав.соцразвитие, например, труд.7.ru, публикуются вакансии, в том числе и для молодых специалистов. Очень рекомендую обращаться на специальные странички на сайтах самих компаний. К примеру я вам сейчас приведу, в частности, в нашем центре тоже есть такая страничка. Есть также специализированные профессиональные сайты, например, про отель. Там печатаются вакансии и резюме тех, кто хочет работать в отельном бизнесе. Профессиональные интернет-сообщества, такие как executive, professional.ru, career.ru. На всех этих сайтах опубликуются вакансии. Ну и, конечно же, социальные сети, например, мойкруг и linkedin.com заточены именно под подбор персонала. Вот несколько примеров, о которых я говорила. Это странички на сайтах компаний. Например, страничка вакансии в компании лаборатор Касперского или Procter & Gamble. Карьера в Procter & Gamble. И здесь достаточно подробно написано о том, как можно попасть в эту организацию, и даже есть схема карьерного роста. Beeline также публикует отдельную страничку для тех, кто хочет работать в этой компании и устраивает день открытых дверей, в том числе и для молодых специалистов. Ну, а это наш сайт, specialist.ru и наша страничка трудоустройства. Если вы хотите работать у нас, приходите, всегда рады. Есть разные каналы для трудоустройства. В частности, все эти каналы можно разделить на самостоятельный поиск и обращение к посредникам. К самостоятельному поиску мы относим интернет. Сейчас мы об этих сервисах поговорили. Средства массовой информации, журналы и газеты. Журналы и газеты по поиску работы, они очень хорошо работают в регионах. Что касается крупных городов, то здесь чаще пользуются интернетом. Рекламные мероприятия, дни открытых дверей, дни карьеры, ярмарки вакансий, которые тоже следует посещать. Networking – это новое направление в поиске работы, которое определяется как расширение своих деловых или профессиональных связей. Понятие это пришло из сети. Чаще всего люди, которые общаются не только по личным вопросам, но и по деловым вопросам, пишут разные посты, участвуют в форумах, они набирают какие-то определенные бонусы, знакомятся с другими людьми и, открою вам страшную тайну, именно там находятся в сетях, находятся хейдхантеры, которые смотрят потенциальных работников, тех, которые достаточно активно пишут на тему своих интересов, деловых интересов. Вторую группу составляют обращение к посредникам. Это кадровые агентства, центры занятости, государственные центры занятости, которые помогают в трудоустройстве и молодым специалистам в том числе. Различные бюро трудоустройства и, конечно же, очень хороший канал – это знакомые и родственники. И здесь может сработать теория шести рукопожатий, так называемые незнакомые-знакомые. Работодателей на рынке сейчас очень много. Вопрос, как же понять, что работодатели не обманят. Хейдхантер совсем недавно провел интересное исследование, где задал вопрос, обманывали ли вас когда-нибудь при приеме на работу. И мы видим, что 84% отвечавших ответили утвердительно – да, обманывали. И далее на первое место по аспекту обмана вышел размер оплаты труда. Затем условия работы, должность, оформление и какой-то свой ответ ввели 7%. Действительно это так. При приеме на работу недобросовестные работодатели могут занизить выплату зарплаты или, скажем, обговаривать одни условия работы, а затем предлагать другие. Можно ли определить, что работодатель обманывает? Да, это можно сделать. И следующий слайд вы видите, что только 59% после приема на работу определили, что их обманули. Зато 7% смогли определить это уже при первом телефонном разговоре. Так как же отличить порядочного работодателя от мошенника? Первое. Внимательно читаем объявления вакансий и обращаем внимание на то, что пишется межстрок. Если пишут, например, возможные переработки, скорее всего, они будут. Не просто возможные, а достаточно длительные. Далее. Собираем информацию о компаниях из разных источников, не только с сайта самой компании, но и с других. Сейчас я о них тоже расскажу. Если какие-то вопросы остаются, обязательно задаем эти вопросы по телефону. Уточняющие вопросы, корректирующие вопросы. На собеседовании внимательно наблюдаем за тем, что происходит в этой организации. Оцениваем обстановку, смотрим, как ведут себя окружающие люди. И еще. Очень важно. Выделено красным. Никому не платим. Если работодатель за устройство на работу требует какую-то сумму, это значит, скорее всего, он не собирается вам предлагать никакую работу, просто собирает деньги. За что могут требовать какую-то сумму? За заполнение каких-то бланков, за якобы обучение, когда проводится некая лекция и рассказ о своей компании. Или за технические средства, которые якобы помогут вам в работе. По каким источникам можно получить информацию работодателям? Это так называемые черно-белые списки работодателей. На таких сайтах, как antijob.net, работе.net, ну и ряде других, которые вы тоже можете найти в интернете. Профессиональные форумы, где пишут о том, как ведут себя разные работодатели. Там можно задать вопрос, и вам обязательно ответят. Для отличной поисковой системы, Яндекс, Гугл и так далее, Рамблер, можно забить наименование компаний, и вся информация об этой компании будет вам доступна. Можно посмотреть на государственном портале гид77.rostrut.ru. Там публикуется 77, это регион, это Москва, но так в любом регионе есть эти странички по любому региону. И там публикуются недобросовестные работодатели, которые, например, не выплачивают зарплату. Так называемый черный список работодателей. Конечно же, нужно внимательно смотреть сайт компании, и если ваши знакомые что-то знают, то отзывы знакомых тоже принимаем к сведениям. Признаки сомнительных вакансий. Когда мы читаем объявление вакансии, то обязательно обращаем внимание на то, что там написано. Но то объявление, которое у меня на сайте, я надеюсь, что это шуточное объявление. Тем не менее, на что нужно обратить внимание? Срок нахождения вакансии на сайте. Если вакансия очень долгое время висит, то, скорее всего, этот работодатель либо вообще не собирается ее закрывать, либо он проводит мониторинг рынка труда, либо собирает информацию о своих конкурентах. Если вакансии написано, что желательно, чтобы был опыт работы в такой-то компании, скорее всего, речь идет именно о сборе информации о конкурентах. Еще один признак сомнительных вакансий – это обобщенное название должности, ну, например, секретарь, офис-менеджер, администратор и так далее, либо перечисление нескольких должностей. Это говорит о том, что работодатель либо не понимает, о чем он пишет, либо он хочет сэкономить на объявление вакансии, либо вам придется выполнять сразу все функции, которые там заявлены, сразу за несколько человек работать. Следующий признак сомнительных вакансий – это то, что нет точных данных о компании, не указывается сфера деятельности, не указывается месторасположение. Скорее всего, эта вакансия принадлежит аферистам либо мошенникам. Отсутствие существенных уточнений с профессиональной точки зрения. То есть необходимо вести работу по всем направлениям деятельности, точка. Это не конкретный функционал, и поэтому здесь тоже стоит задуматься. Ну и расплывчатые требования к соискателю. Когда речь идет о том, что требуется соискатель с любым опытом работы, с любым образованием, и формальные признаки также перечисляются расплывчатые, это говорит о том, что работодателю не важно, кто придет, потому что, скорее всего, он не будет принимать на работу. Кстати, мошенники занимаются еще такими предложениями, как поработайте у нас один, два, три, несколько дней без оплаты, а дальше мы посмотрим. Это может быть связано с тем, что действительно работодатель хочет оценить вас, но в любом случае за тот труд, который вы в данной компании проделываете, оплата должна быть. Как убедить работодателя, что молодой специалист справится с поставленными задачами, ведь у него еще недостаточно опыта работы? Я рекомендую начинать трудовую деятельность раньше, пока вы еще обучаете в учебном заведении, потому что по данным исследования Суперджоп примерно 45% выпускников к моменту окончания учебного заведения уже имеют работу. И, конечно же, эти молодые специалисты, они будут пользоваться больше привлекательностью, нежели те, у кого нет еще опыта работы. Второй совет – это делать акцент на пройденных стажировках и практиках, потому что опыт работы – это не только запись трудовой книжки, но и то, что вы сами делали, то, какие функции вы выполняли, те задачи, которые вы решали. А на стажировках и практиках именно это происходит. Исследование Суперджоп показало, что 2 трети работодателей готовы принять на работу соискателя без опыта работы. На собеседовании и в сопроводительных письмах обязательно делаем акцент на уже имеющиеся навыки, например, владение иностранными языками, компьютерными программами, либо какими-то еще задачами, которые вы выполняли. Ну и, как вариант, можно обговорить трудоустройство на более низкую позицию, которая заявлена, или возможность стажировки в течение какого-то времени, для того, чтобы работодатель смог оценить вас в действии. Когда вы приходите на собеседование к работодателю, наверняка вопрос о деньгах также будет возникать. На что нужно обратить внимание? Первое. Начинать собеседование с вопроса, сколько мне будет платить, это некорректно. Желательно подобные вопросы задавать в конце собеседования, когда работодатель уже поймет, что вы тот самый специалист, который ему нужен, и вы поймете, что это тот самый работодатель, у которого вам хотелось бы работать. Уточните обязательно, что входит в компенсационный пакет. Кроме постоянной части, фиксированной, оклада, работодатель может предложить еще различные премии, надбавки, льготы, и это может составлять достаточно большую часть, которая может также превысить и фиксированную часть. Кроме того, когда работодатель называет некую сумму, он имеет в виду сумму до вычета налогов, так называемый гроз. Затем, когда сумма начисляется, с нее вычитается определенный процент, на сегодняшний день это 13% так называемого НДФЛ, налога на доходы физических лиц, который выплачивает абсолютно любой работающий по трудовому договору, а работодатель является только налоговым агентом. То есть мы платим не работодателю эти 13%, а государство, работодатель нам в этом помогает. Как правило, когда кандидат называет сумму, он называет ее в НЕТ, то есть после вычета налогов, ту сумму, которую он получает уже на руке. Поэтому обязательно уточните, какую сумму имеет в виду работодатель, ну или просто вычитайте 13% сразу. Уточните, есть ли возможность повышения заработной платы по окончании срока испытания. Когда вы пройдете срок испытания, назначенный вам, вполне возможно, работодатель будет готов повысить вам зарплату. Уточните, так ли это, и зафиксируйте это в трудовом договоре. Мы благодарим всех, кто проявил активность и прислал нам вопросы. На этом наш выпуск подошел к концу. Спрашивайте, мы обязательно вам ответим.